мы сегодня пришли магазин рэнч он тоже такой все для дома вот сейчас посмотрим лампы идем посмотрим что там такое такого за рыбки тут артурик понравились так все посмотреть новогодний ассортимент и лустры и фона иду иду заеду пойдем пойдем папу искать папа пришел посмотреть порожки для полов для ламината да и для крана кран потек деталь а мы сейчас заодно пройдемся посмотрим новогодние украшения артур пойдем сюда пойдем сюда посмотрим новогодние украшения пройдем все 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 идем идем сейчас пойдем новогодние украшения так вот альбомы идем по украшениям новогодним рождественским какая красота гирлянда жень вот есть много гирлянд выбор большой вот этот ряд будем покупать какой-нибудь это лазер на дом и туда прожектор лазерный ладненько я пройдусь еще посмотрю тише артуренько всякие декорации здесь как красиво оленьки тут какие красивые дедушка морозик много света много я покажу вот какая красота там елочки дальше пойду посмотрю елочки вот это большая 89 она фунтов стоит вот это мне нравится со шишками с ягодами еще тоже 899 даже пахнет шишками с ягодами написано да шишки настоящие мне вот это очень понравилось но мы же в этом году собираемся ставить живую елочку даже не ну вот это уже сразу идет как она называется с гирляндочкой встроенные лампочки у нас такая была при лить елка называется 80 фунтов ой вот шарики вот это стеклянные они идут поштучно да вот это стекло а то что я показывала в объеме там пластиковая упаковка не идут а стеклянные они идут поштучно шары и они конечно по цене сразу цена сразу дохав и кусается один шарик примерно как за три пластиковых шарик но красиво красиво ну нам с детишками сейчас точно не до стеклянных шариков у нас артурик в прошлом году все шарики срывал кидал но в этом уже не должен он уже подрос в прошлом году он елку дербанил конечно страшной силе сейчас уже я думаю не будет так теперь очередь оскара на следующий год хотя вот у нас вадим был маленький он абсолютно елочку не трогал илона тоже шарики срывала а вадим нет вадим очень спокойно реагировал на елочку ничего не срывал абсолютно был такой ребенок послушный елочка оставалась целая у нас с вадимкой а шарик а СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мы сегодня купили в аквариумном магазине. Заехали и купили наконец-то вот таких вот малышей-ангелов. Ну, их здесь плохо видно еще в пакетике. Мы их только привезли. Потом покажу в аквариуме их. Они маленькие, но они вырастут довольно крупными. До 15 сантиметров. Жаня себе захотел взять вот такую вот мини-акулу. По-моему, они так и называются. Мини-шаркс. Пока в пакетиках еще. Ой-ой-ой, малыши боятся. Это взяли мы корм для этих рыбок. Тетра. Это очень хороший корм. Вот именно этой фирмы. Это флейкс-хлопья. Вот. Для роста. И вода будет от них чистая. Не будет загрязнения. Ну, если, конечно, не перекамливать. Вот такую вот еще взяли скалу красивую. Ну, поставим вместо того, что у нас сейчас там идет такой вулкан. Потому что у нас сомик наш, к сожалению, умер. И я хочу убрать тот вулкан и поставить вот новенькое что-то. Большой сомик наш сдох. Очень жалко, конечно. Так, это вот 12 такое украшение. Ну, довольно большое. И еще взяли мы вот такое вот живое растение. Потому что у нас искусственный кустик там стоит. И хотим мы сейчас перейти все-таки от искусственных больше к живым. В общем, все, как все это мы установим. Я потом все это покажу. Такие покупочки у нас были в аквамагазинчике. Вот. Все. Будем их адаптировать. И потом покажу. Наши ангелы уже в скаляре и в аквариуме. Вот Женина. Red tail shark. Это краснохвостая акула. Я немножечко не так сказала. Не мини-шарка. Именно краснохвостая акула. Она пока маленькая, но она вырастет больше. По-моему, около 10 или 12 сантиметров. Может, я даже точно не скажу. Но в аквариуме, вот в магазине, да, там были показательные акулки. Вот эти. Они довольно крупные. И вот, вот он наш один красавчик. Мраморный. Angelfish. И второй где-то спрятался. Они, кстати, бы и злило, и они прячутся. Вот пока два. Это два мальчика получились у нас. Артур. И хотим еще тогда на следующий недель взять еще двух рыбок. Попросим, может быть, так, чтобы это были две девочки. Вот эти черные такие, мраморные. И там еще были более светлые. Может быть, еще тогда двух более светлых. Вот они мои милые ромбики. Не в детстве. Это были мои самые-самые любимые рыбки. Помню, мы когда с мамой ходили в магазин аквариумистики. И вот я сразу на них глаз положила, так сказать. И вот мы хотели завести аквариум вот с такими рыбками. Но не получилось. Мы потом переехали из Риги. В общем. И ничего не вышло нам потом с аквариумом. Но вот зато сейчас вот они у меня есть. Я очень-очень рада. Посмотрим, как они будут себя вести. Но они живут по парам. Насколько я вот читала. И даже иногда могут гонять друг друга. Так сказать, сражаться. Но чаще они мирно живут. То есть одна пара может быть вот в этом углу. То есть они зелят как бы аквариум. На территории на свои, да. И вот каждый в своей территории. Парочка в каждой. Что-то я не вижу второго. А куда он спрятался? Эй, ты всегда тут на виду? Ты всегда тут? А, вот он спрятался туда. Высоку, высоко. А этот вот такой более общительный мальчик. Свечу от телевизора. Они такие, так медленно двигаются. Такие элегантные. Ну, Шибонкин вообще тут всегда летает. Всегда голодный. Прям как наш котик. Он не боится абсолютно. Мама! Шшшшш!